Небольшой, но полный обзор пресс-формы для основной детали корпуса лучшего улья. Вся форма сделана в каркасе из бруска 40 на 40 миллиметров. Далее матрица покрывалась двумя слоями гелькоута. Затем идет несколько слоев полиэфирной смолы вместе со стеклотканью или стекломатами. Далее сделана фанерная пластина изолитой эпоксидкой. И уже после этого сделана цементная пломба, бетонная или пломба. И затем уже покрашена. Здесь готовится отвертная часть. Тут еще дополнительно армирование брусками небольшими, так как там форма специфическая. Затем, соответственно, тоже покрасится. Что касается армирующего рисунка, то никаких сколов, никаких ссадин, ничего нет. Фальцы тоже соблюдены. Крепеж везде тоже все четко сделано. А, вот еще я сказал. Вот тут по краям это не краска, это силикон. Тут еще не подсох. Соответственно, та ответная часть, когда будет готова, ставится сверху, под тяжестью немного там сжимается герметик и никаких заливов, ничего не будет. То есть, все будет четко и герметично, без всяких зажимов. Ну, зажимы тоже можно сделать, но и так будет хорошо. Не упомянул еще, что это форма для 12-ти рамочного корпуса. И корпус состоит из одинаковых таких деталей. То есть, другие больше не нужны. Одна форма и все. Сколько угодно корпусов. То есть, соответственно, это вставляется в это, ну или наоборот. И получается 4 детали, один корпус. Так как это мои первые формы, все равно присутствуют некоторые детские болезни, или как их называть-то. То есть, слишком рано я просверлил отверстие для выхода воздуха, герметик не успел высохнуть, я уже его начал трогать, и кое-какие следы остались. Потом краска из-за того, что, сейчас покажу, вот такие вот заливы полиэфирной смолы, краска на них плохо ложится. И вот. Ну, как бы, основная форма, то есть, туда, куда уже будут компоненты заливаться, тут все, в принципе, идеально. Никаких таких косяков нету. Ну, собственно, поэтому, из-за того, что это первые мои формы, они 8 тысяч стоят, а следующие уже будут 10. Так как и материал подорожал, этот материал я покупал еще летом. В целом, неплохо.